Дорог не подарок Выполните ряд тренировочных упражнений Если мы спросим, любите ли вы подарки? Конечно, каждый человек ответит утвердительно Получать подарки приятно Подарки – это вещь, которую даритель безвозмездно преподносит в дар Подарки и презент Что же общего в лексическом значении этих слов? Давайте посмотрим по словарям наших учёных В словаре Ефремовой подарок трактуется следующим образом Первое значение – то, что дарят Второе значение – подаренная вещь В словаре Ожегова первое значение – вещь, которую дарят, подарили И второе значение – что-нибудь хорошее, приятное Обычно, как знак уважения признательности Второе значение используется в переносном смысле А теперь посмотрим, что означает слово «презент» Слово «презент» является синонимом к слову «подарок» В шутливой форме можно произнести «Я хочу тебе сделать презент» Подарки появились давным-давно в дописьменной истории человечества Давайте посмотрим, откуда же пришло это слово Что оно обозначает, мы уже выяснили Для того, чтобы узнать, откуда пришло это слово Давайте проведём лингвистическое исследование На Руси в былые времена бытовало слово «гостиниц» Распространённое и по сей день во многих деревнях Произошло оно от слова «гость» А это значит, что по обычаю человек всегда входил в дом с подарком И хозяева готовы были гостя в этом доме одарить Таким образом, «подарок», он же «гостиниц» Символизирует доброе отношение к человеку, которому что-то даришь Итак, ребята, «гостиниц» от слова «гость» А теперь обратите внимание на слово «подарок» Какой получается лексический ряд? Подарок, дар, пожертвование Приближается Новый год И каждый из нас задумывается над тем, что можно подарить своим родным, близким и друзьям Для вас, ребята, я приготовила подборку возможных вариантов Вы можете своим родителям подарить набор кофе А может быть, для друзей вы купите новые шары Помните, мы говорили с вами, что новые новогодние игрушки обязательно принесут в дом счастье Обратите внимание Сейчас появилось так много интересных предметов Которые, несомненно, вызовут интерес у ваших друзей Например, это будет необычный будильник Вдруг вам захочется сделать своими руками картину И эта картина будет символизировать не только хорошее настроение В течение всего года у того человека, кому вы подарили Но также это будет предмет потаенной гордости вашей За то, что вы это сделали своими руками Но я считаю, что самым лучшим подарком является книга Не важно, к какому жанру она будет принадлежать Фантастика, детектив, а может быть, это будет книга исторического содержания В любом случае, книги приносят нам новые знания Несомненно, это оказывает большую пользу для развития человека А сейчас, ребята, мы продолжим с вами разговор о склонении числительных На прошлом уроке мы с вами говорили об особенностях склонения количественных числительных От 5 до 20 и 30 Кроме того, обратили внимание на особенности склонения числительных 40, 90, 100 Сегодня мы будем с вами говорить о склонении количественных числительных От 50 до 80, от 500 до 900 и числительные 200, 300, 400 Обратите внимание на экран Числительные от 50 до 80 в трёх падежных формах имеют окончание и Но самое главное, мы должны запомнить, что сложные числительные при склонении изменяют обе части Например, именительный падеж 50 Родительный, дательный, предложный падеж будет иметь форму 50 Винительный 50, творительный 50 Просклоняем числительное 500 Родительный 500 Дательный 500 Винительный 500 Творительный 500 Предложный о 500 А теперь склоняем с вами числительное 200 Именительный 200 Родительный 200 Дательный 200 Винительный 200 творительный двумя стами, предложный о двух стах. Я ещё раз обращаю ваше внимание. Нам нужно запомнить, при склонении сложных числительных изменяются обе части. А теперь, глядя на эту таблицу, по аналогии, просклоняйте, пожалуйста, числительные 70, 700 и 400. Ребята, задание, конечно, было сложное. Давайте проверим. Итак, числительное 70 в трёх падежных формах, в родительном, дательном и предложном должно быть окончание «и». Будьте внимательны. Следующая числительная 700, именительный 700, родительный 700, дательный 700, винительный 700, творительный семью стами, предложный о семистах. А теперь проверим числительное 400. именительный 400, родительный 400, дательный 400, винительный 400, творительный четырьмя стами, предложный о четырёх стах. А теперь обратим внимание на особенности склонения составных и дробных числительных. Составные числительные, мы с вами знаем, это те числительные, которые состоят из двух и более слов. Каждое слово склоняется отдельно. Например, просклоняем с вами числительное 63, именительный падеж 63, родительный 63, дательный 63, винительный 63, творительный шестью десятью, тремя, предложный о 63. Обратите внимание, у дробных числительных изменяются оба слова. Например, две третьих, двух третьих, двум третьим, две третьих, двумя третьими, а двух третьих. А сейчас, ребята, глядя на эту таблицу по аналогии, просклоняйте, пожалуйста, числительные 99 и 3 шестых. Ребята, давайте проверим это задание. Надеюсь, вы не забыли, что числительное 90 имеет только две падежные формы. Итак, 99, 99, дательный падеж 99, винительный 99, творительный 99 и предложный о 99. Теперь смотрим на дробное числительное 3 шестых. Именительный 3 шестых, родительный 3 шестых, дательный 3 шестым, винительный 3 шестых, творительный 3 шестыми и предложный о 3 шестых. Вам нужно будет запомнить одну очень интересную вещь, которая касается склонения дробных числительных. Числительные типа 2 с четвертью, 5 с половиной склоняются по-особенному, вторая часть не изменяется. Давайте удостоверимся. 5 с половиной, именительный падеж, родительный 5 с половиной, дательный 5 с половиной, винительный 5 с половиной, творительный 5 с половиной и предложный о 5 с половиной. А сейчас, ребята, вам опять предлагается выполнить небольшое задание. Перед вами предложения, в которых нужно числа заменить словами, естественно, использовав их в нужной падежной форме. Ребята, давайте проверим. Итак, первое предложение. Нам не хватало для достижения рекорда 2,5 секунд. Второе предложение. Годовым третьим мне нужно прибавить 3,6. И последнее предложение. Мой одноклассник гордится своими 23 рекордами. На этом, ребята, наш урок подошёл к концу. Сегодня на уроке мы с вами выясняли семантические особенности слов. Подарок. Презент. Провели лингвистическое исследование. Выяснили особенности склонения количественных имён числительных. И провели ряд тренировочных упражнений. Успехов вам! До новой встречи! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова